Да, Нелечка, вот посмотри, дорогая, вот ты первый раз в жизни, вот купила краски, купила кисточки, ну хорошие кисточки, хорошие кисточки, они разные. Ты знаешь что, дело в том, что когда ты рисуешь, ты иногда входишь в поток, и там надо, чтобы заранее правильно расположить краски, от белого до последнего, до черного, допустим, чтобы потом, когда ты вошла в это состояние, и вдруг ты не можешь найти краску. Ты, допустим, ее не расположил вот так, чтобы сразу видеть, а где-то она у тебя там, и ты оттуда как выскакиваешь, понимаешь? И состояние, да? Конечно, поэтому надо краски расположить, но у тебя такие красочки, у меня, ой, видишь, я немножко споткнулся, у меня другие. Но дело в том, что я не краски рекламирую сейчас, а просто говорю о том, что здесь есть возможность, у меня их больше, а у тебя их меньше. Поэтому вот я бы на твоем месте вот так бы раскладывал, допустим, белила там, светлые, потом эти, потом эти, потом эти. И вот не мешать вот здесь вот, потому что ты здесь намешаешь кучечки, как в кино показывают, раз кисточку, а она уже вся такая замазанная. Надо, чтобы кисточка всегда была чистая. Даже если ты одной кисточкой рисуешь, поэтому нужно, чтобы у тебя здесь была такая вот палитра, ну, побольше. Ну, давай я сейчас условно покажу. Значит, мы сейчас откроем эти кисточки, чтобы быстрее было. Красава, по-моему, они с этой стороны должны открываться. Да. Нет? Нет, по-моему. Они должны легко открываться. Да, ну вот он, давай открывай. Да, положим туда. Хорошенькие такие, рожечки деревянные. Да, чтобы было все перед глазами, да? Значит, смотри, главное, чтобы была бумага какая-то, которую ты вытираешь каждый раз кисточку, и эту бумагу сбрасываешь. То есть надо создать себе рабочее место, идеальное, которое тебе не выкидывает из поточного состояния, когда ты в кайф идешь. Чтобы все под рукой. Все под рукой, что ты видишь. Так. Ну, вот давай сейчас возьмем, например, какую-то краску. Ну, давай я вот этими своими тогда пока буду. Которую я уже помню, где какая лежит. И, допустим, возьмем кисточку. Допустим, вот такую среднюю. Ну, это же акрил у меня. Раньше я маслом рисовал. Покажи масляные картины. А это акрил. Чем он хорош? Ну, во-первых, это водой разводится. Не надо там растворить или разболить или там прочее. И быстро сохнет она. Ну, при том, что акрил быстро сохнет, надо немножко быстро рисовать. То есть, вот сейчас он на кисточке уже подсохнет? Нет. Нет. Это не успеет. Ну, этот акрил немножко сохнет медленнее, чем другой. Вот давай мы просто сейчас... Ну, мой стиль такой, понимаешь? Я даже не знаю пока, о чем мы будем рисовать. Что мы будем рисовать. Но мой стиль такой. Я сам просто набрасываю чего-нибудь, что мне нравится, что на душу ложится. Есть же два типа рисования, когда ты что-то обязательное рисуешь. А есть рисование, когда ты разгружаешься. Вот я тебе покажу, как разгрузочное. В следующий раз придет, и я тебе покажу, как обязательно рисовать. Вот, например, видишь, я сюда положил. Вот, сейчас мы придумаем что-то из этого. Да, и потихонечку вот так начинаем кисточку. Теперь берем. Вытираем. Вытираем. Всегда, это важно, всегда помнить, что она должна быть чистая. Ну, можешь брать другую кисточку, но я привык к одной кисточке. А как она вообще в воде смывается, да? В воде хорошо смывается, только надо сразу, как порисовала, помыться, а то потом плохо отмывается. Наташа уже, видишь, уже как бы под мастерьем. Она уже засыхает, если сразу не смыть. Да, она уже все знает. Мало того, что она книгу свою дописывает, она еще теперь уже и станет скоро художником. Вот, посмотри, я беру, сейчас немножко выдавливаю, я прямо отсюда делаю. И поехали. Вот. Как меня учил Рахман Шихалиев, он говорил, что картина – это не забор, который ты красишь, и поэтому чем больше интонации света там появляется, тем богаче ковер картины. Я ищу прямо на картине, я ищу цвет. Я его вот так не вижу заранее, какой. Я его прямо здесь ищу. Принцип проб и ошибок. Ага. Принцип подбора, путем перегора. Я так и делаю. Смотри. Я ищу. И вот, 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 вот. И теперь вот сюда, чтобы интонации разные появлялись. Вот. Так. И сейчас мы посмотрим, что оттуда получится. Тамара Зиновьева, которая художник прекрасный, и искусствовед. Она делает очень интересные свои произведения. Кстати, она дочка великого философа, социолога Зиновьева, который написал тогда книгу «Зияющие высоты». И она мне рассказывала, что дети рисуют каляки-маляки. Но если каляку-маляку вот так немножечко раскрыть, вот каляку-маляку рисует ребенок, если ее немножко раскрыть, получается изображение. Это очень интересно. Даже у нее есть статья, которая у меня в одной из книг есть. Прямо ее присутствие авторское, где она про это рассказывает. Так. Очень интересно. Я сейчас делаю каляку-маляку, чтобы мне в голову приходит. Да, мы сейчас возьмем еще красочку. Хаса иногда, я видела часто, как он может нарисовать сначала вазу с цветами, а потом на этой вазе появляется женщина. Один раз он нарисовал лес, а потом на это девушка появилась. А на следующий день там уже девушка была. Возьму еще краски там, у меня есть. Аташа, подожди секундочку. Да, их очень сложно достать, Ниля, вы ему поможете. Там тяжелая коробка. Тащи, тащи. Прямо отдельно, или стойки. Тащи, тащи. Вот, смотрите. Прямо. Ну, каляка-маляка, самая настоящая. Я уже наизусть знаю, где все бежит. Вот эту квартиру, в которой мы находимся, это мастерская, теперь художественная, временная моя. Это квартира. Вот тут какое богатство. Родители моего друга, профессора Полилова, который работает в Имаше, с которым мы 40 лет уже почти дружим. В этом Имаше я работал тоже ведущим научным сотрудником. Вот как хорошо и капель получилась. Ну, мы дальше посмотрим, что из этого будет получаться. Значит, дружим. И здесь его жили родители. В этом Имаше директором в свое время был тоже мой друг. Подержи. Друзья, пожалуйста, Константин Васильевич Фролов. Константин Васильевич Фролов был очень такой мощный ученый, который в свое время получил героя Советского Союза. Секретно, потому что он Буран. Помнишь космический корабль Буран? А и соц.машиноведение во всех проектах участвовал. Который, значит, что летает, что стреляет, во всех проектах участвовал. И когда в полетбюро или что-то назначили день, когда Буран этот надо выпускать, а Константин Васильевич Фролов, он был членом комиссии, он увидел недостатки, что нельзя его сейчас выпускать. И сделал свое особое мнение. Ну, ты представляешь, полетбюро, да, тут поставили, и вдруг Академия говорит, что нельзя сейчас его выпускать, потому что там есть проблемная ситуация. Пошел на это, совершил такой героический поступок, и потом, когда они... Это вот ты об этом человеке говоришь. Да, 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 это как раз у меня сейчас фотография, потому что у меня завтра будет в гостях Аполагова, Светлана, с которой мы будем делать огню космонавтики, о героях наших. Я как раз приготовил для них фотографию. Такая, посмотри фотографию. Сейчас я давай покажу. Да. И вот когда потом действительно увидели, что там ошибка, они ему дали звезду героя. Да? Академику. Конечно, но это же за мужество. Так и я вот здесь, в квартире у Полилова, Аполилов профессор в институте машиноведения. Он, кроме того, что он там большой-большой ученый, технарь, но самое главное для меня, что он еще и стихи пишет. А сегодня же день поэзии. А, вчера был, да? Да. День поэзии. Да, международный день поэзии. Сегодня воскресенье, а мы думали, что понедельник. Вот видишь, кисточка замазанная немножко. Просто я немножко уже как бы по луку ту ориентируюсь и понимаю, что там надо сделать. Так, держи. Так. Маташа, где-то белило нужно. Ну, в большой чубик, красный быть белило. В большом чубике. Да, вот так. И мы сейчас... Вот новый чубик с белилами. И вот у тебя еще здесь белило, Хоса. Так. Хорошо. И теперь посмотрим, что из этого начинает получаться. Мы сейчас увидим. Коляка-моляка, да? Коляка-моляка. Мы ее разворачиваем. У меня друг Хаджи Мурат Алиханов, академик живописи. Он говорил, самое главное название. Вот, например, пятно посадил случайно? Назови. Пятно. И сразу шалил. Я шучу. И тут очень интересно, когда рисуешь. Вот я же отвлечен тем, что я тебе рассказываю. И поэтому я рисую как бы на автомате. Да? А вот когда я рисую на автомате, у меня начинает проявляться подсознательно какой-то образ, который я делаю. Сейчас. На горы походим. Сейчас посмотрим, что у нас получится в результате. Так. Она хорошую ассоциацию мне сказала про горы. А мы посмотрим, сейчас что получится. Да, София, молодец. Видишь, когда человек настроен на что-то, и муравей помощником будет. Да, когда есть вдохновение. А мне сначала, когда ты начал рисовать, Хаса, показалось, что медуза какая-то. Да, медуза. А потом какая-то шляпа вроде бы стала вырисовываться. Сейчас посмотрим, что получается. Может быть, потому что я люблю свой Дагестан. Сейчас действительно появятся какие-то горы. Посмотрим мы. А ещё я люблю женщин рисовать, потому что у женщин такая чуткая натура, душа. И мне очень нравится рисовать, пока душа не появится на картине. Потому что женщина, это и дочь, это и мать, и сестра, и жена. Это всё. Так. Вот она, видишь, подала мне идею. Я пошёл на поводу. Да. И теперь появляется вот постепенно. Тут горы появляются. Так. Надо помыть эту кисточку. Её немножко. Так. Вот. Сейчас. И что из этого получится? Белелых Хаса, если нужно. Да. Сейчас, сейчас. Из этих гор, из этих гор, сейчас мы что-нибудь слепим такое интересное, что действительно у меня происходит. Подсознание, оно всё вот так вот пролезает наружу, как ты когда сидишь, допустим, о чём-то думаешь. И автоматически, каляки-маляки. А Пушкин, когда писал свои произведения, литературные, у него все произведения на полях с женскими головками. Потому что автоматическое какое-то действие снимает лишнее напряжение. А я говорил уже, Луиза Хэй, нет, не Луиза Хэй, Луиза Хэй подушку била, когда нервничала и плакала. Посуду мыла. А посуду мыла. Маринева, да? Нет. Посуду мыла, которая писала свои детективы. Ага, Агата Кристи. Агата Кристи. А этот самый Эйнштейн, он играл на скрипке. И Шерла Холмс тоже, да? Угу. Так. Сейчас. Смотри, что у нас здесь. Ну, в общем, уже глаза появились же, да, с носом. Ну, женщина, конечно, но как же я могла без женщины. Ну, вот эти горы, женщины. Посмотри. Да? Какая она будет симпатичная, нет? Шейку такую сделаем. Это уже волосы, да? Уже появляются, да. И гор мы сделали. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, нам нужно... Хасай, сразу какая-то зеленая, как сделал, я сразу подняла брови, рисую. Белила, белила где? Да? Вот. Да, и красную мне надо. Губки же надо красными сделать. Ну, губки, да. Да, Анелечка, ты можешь вот... Губки бантика. У меня два подмастерия, как у Леонардо Довенча. Выключи там, пожалуйста. Это из Германии, если нет. Мой ученик у него там... Красненькая. На красную, да. На красную. Да, это все отвлекающие факторы, которые мне помогают энергию стресса трансформировать в произведение. Так, мы сейчас ее сделаем очень такой необычной. Ну, ты рисуешь акрилом, не разбавляя, а еще есть техника, когда разбавляют акрил, да, водой? Водой разбавляют, я делаю как маслом. Я люблю маслом, поэтому у меня густая многослойная живопись получается. А маслом, когда рисуют, масло не разбавляют ничем, Хасан? Я тоже не разбавляю. Обычно разбавляют они... Ну, то есть и масло тоже некоторые разбавляют, да. Разбавляют маслом, а я ничего не разбавляю, потому что я рисую многослойную густую живопись, так называемую. И мой авторский стиль... То есть у меня есть свое лицо авторское в моей картине, хоть в Африке, хоть в Конгах, хоть в Америке, если его видишь... Всегда можно узнать, да? Всегда узнать можно, потому что у меня свой стиль. Так, сейчас мы еще... Интересная у нее прическа получается. Я как прикмахер скажу. Да? Да. Наташа у нас курс проходила парикмахерский. Писаешь писатель, парикмахер, теперь она художником будет. У нас же все такие универсальные люди. Я еще и педагог, и психолог, и врач. Смотрите, здесь получается. Так. А скажут, почему вот брови зеленые, да? А дело в том, что все зависит от отношений цветов. Ты можешь зеленый цвет положить, но вокруг другие, и этот зеленый будет казаться коричневым. Да? Ну, к примеру. Ну, конечно. Конечно, конечно. Так, давай красный цвет. Вот Хаса, у тебя красный, более маленький чубик. Давай. А здесь ты уже все выдавил, или еще можно что-то? А это надо мешочек. Здесь еще можно что-то выдавить, красный. Вот видишь, женская экономия. Ну, конечно. Она все надо, чтобы там не... Жалко же. А мне не жалко. Ко мне Хаджи Мурат тогда пришел, который сейчас академик живописи, мой друг Алихалин. Я взял, такие дорогие краски были, я ему говорю, смотри, как я рисую, и выдавил прямо на кисточку краску. Кто ж так делает? Это столько стоит. Я говорю, ну, он не потому, что жалко было, а просто он удивился. Моей какой-то бесшабашности в рисовании. Я говорю, я когда рисую, мне в этом смысле ничего не должно мешать. Важно, чтобы холст был настоящий, чтобы потом ты знаешь, что ты не скомкаешь и не выкинешь. Краски настоящие, все настоящее. Это должно быть много, чтобы вы не столкнулись с тем, что они закончились, а вам еще нужно, да? Конечно. Ну вот, пробуйте, я имею в виду. Ну, конечно, это же может тогда с ума сойти. У многих художников, я знаю, они холсты у них кончались, а у него такой порыв, ему хочется рисовать. Он брал старый холст нарисованный уже картину, он начинал ее переделывать и делать, потому что рисовать хочется. Ну, посмотри, сейчас начинает что-то тут происходить. Сейчас начинает что-то происходить. И мы сейчас это все сделаем. А это мы сделаем сюда ушко. Сейчас мы ушко делаем. Давай, давай, давай. Почему холст должен быть настоящий? Почему краски должны быть настоящие? Почему ты должен свободным быть? Ты должен чувствовать, как у меня в Дагестане была первая выставка. Да, и там мне один художник, он очень большой, сказал. Он сказал, картины такие, как будто человек сидел на самом торжественном месте. И рисует. Ну, для того, чтобы чувствовать себя творцом, конечно. Когда чувствуешь себя творцом, а не исполнителем каким-то, то у тебя и подсознание работает в эту сторону. Ты там начинаешь чувствовать себя счастливым, что ты создаешь это на веках. Уже живое лицо. Уже начинается. Уже живое, да. Уже начинается. Потому что... Сейчас, 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 давай еще бумагу. Это у нас что? Белило поставили. Белило? У тебя там есть открытый белило. Нет, уже черное. Сейчас я... Вот здесь вот такая вот. Синяя еще есть. Сейчас, 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 повозьмем. Надо, когда они бы лежали вот так рядочком... Вот черное есть. Ничего, ничего. Ну, просто съемка идет. Просто я объясняю разные истории, рассказываю. Передаю привет и хочу Мураду, Алиханову. Передаю привет и всем моим друзьям. А мы сейчас... Ты ушко ей такое большое не рисуй. Нет. Вот это обязательно. Обязательно Наташа скажет, какое мне надо ей ухо нарисовать. Ну, у девочки ушко маленькое должно быть. Да. Мы сделаем. Наушник. Я слушаю, я все советы слушаю. Нарушения принимаю сам. Ну, наушник, да, бывают такие меховые. Да, я слушаю все советы. Почему нет? То есть, Ерланд... А у нее хорошенькое личико такое. Да, да. Даже, да? Она так смотрит. Уже даже эмоции есть. Сейчас появится. Она говорит, что вы мне за уши нарисовать. Сейчас появится. Тут главное не испортить, как говорится. У меня есть одна новелла, которую я написал. Тоска по испорченной картине. Что я ее так рисовал, так рисовал, что в конечном счете уже и испортил. Тоска по испорченной картине. Ну, у нас есть одна такая. Да. Сейчас, 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 мы должны сделать очень красивое. Мы сейчас все сделаем очень красивое. Надо любить то, что ты делаешь. Я считаю, что я себя в этот момент обожаю, что я великий художник. Понимаешь? Не мелкий эклерк какой-то, который старается, как очень делал, великий художник. И с этим ощущением, когда рисуешь. То есть, все зависит от работы над собой. То есть, как ты себя настраиваешь. Да, как ты себя настраиваешь. Так, давай. Еще немножечко. Поэтому идеальное рабочее место, вообще-то, это между сном и бодрствием. Когда ты засыпаешь или просыпаешься, ты-то можешь вобружать себе все, что угодно. И Сальвадор Дали, у него ключ был металлический. Я где-то в ролике говорил, он сидел в кресле, ключ падал, взглядел медный тазик. Он искал состояние между сном и бодрствием. Там нет стереотипов, страхов, комплексов, ничего нет. И там он себе воображал свои фантастические. А у нас ключ не металлический, а ключ вот снял напряжение приемами синхрогимнастики, вышел на состояние свободного сознания. И поэтому ты можешь таким ключом. Давай, белила немножечко. Не жалей краски, не жалей бумагу. Делай все по-настоящему, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. Так. И отсюда. Горный кавказский, дагестанский. Так. Арахман Шахалев говорил, я еще раз повторю, что картина это не забор, надо, чтобы не один цвет был, так раскрасил забор как краской, а чтобы интонации были. Да. Поэтому я как-то, Рахман, делал выставку в МИД СССР, там в каком-то, когда семичастный, семичастный, по-моему, был министром. Я там делал выступление. Я сказал, как хорошо, что наших художников, я говорю, поставили там у строителей этой выставки. Я говорил аудитории, что теперь наконец поймут, что наши ребята могут не только стекла бить, а это и есть политика, когда достижение культуры, искусства периферии демонстрируется в центре. Так. Это сережка, да, у меня. Видно, что сережка, да? Ну да, как бы да. Или ты уже меня знаешь хорошо, я уже знаю. Ну, сережку. Сейчас мы сделаем еще что-то такое. Так. Так, немножечко сейчас мы посмотрим, что из нее дальше получается. Вот, меняется, как у нее выражение лица. Посмотри, видишь? Вот здесь только прошел. Так, и теперь напряжение немножечко сюда. Так. 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 Она что-то нас грустнула. Грустнула, конечно, потому что мы ей должны улыбочку сделать. А сейчас мы улыбочку сделаем. У нее ротик маленький. Ну, давай, Кась. Давай. Я иногда лень посмотреть, у кого какой рот, как надо руки нарисовать. И я все из головы делаю. Поэтому у меня иногда получается, прямо на холсте я еще это. Так. Надо вот эту краску побольше. А они не сокрыт краски в открытом виде, ничего? Нет, ничего страшного. Ну, если сразу не засыхают. Вот эти они не засыхают, как мне кажется. Несколько раз быстрее сохнет, конечно, но не до такой степени. Вот эти краски, они меньше сохнут, да. Успевают, поэтому у меня все сделается и не высохнет. А теперь она у нас какая-то ироничная, да? Одно маленькое движение, и все меняется. А живопись такая вещь. Тут одно движение, и поэтому есть понятие последнего мазоха мастера. Когда можно все сделать, допустим, да? А потом в каком-то настроении одним буквально мазком подправишь. Мальчуковой получилась девочка. Да, она уже, я уже давно заметила, что она на мальчика становится похожа. Значит, надо здесь немножко ей добавить. Так, сейчас мы сделаем. Давно, говорит, на мальчика стало похоже, потому что вы о мальчиках все время думаете. А я в телепатию не верю, но вот эти вот интонации улавливаю. Хорошо сказала. Да. Так, сейчас, сейчас, сейчас. будем уже заканчивать, потому что там подросточек появился. Правильно же? Я думаю, хорошо, что телепатия не существует. Ну, иначе бы люди с ума сошли. А как бы люди думали, вот все время мысли друг друга слышать. Конечно. Столько сумасшедших людей. Ничего не скрыть, никакой личной жизни. Слушай, столько сумасшедших людей есть, у которых такой бред в голове. И весь этот бред бы передавался другим людям, телепатически, и все бы другие тоже с ума сошли. Поэтому мозг очень защищенный. Защищенный у человека от всяких внешних колебаний, влияний, подражаний всяких. Так, очень защищенный, миллионами лет эволюции развивался. И поэтому все там очень защищенно. Так, это не та краска, не ту краску взял. Это говорит о моей утомляемости уже. Что я одновременно и устаю. Поэтому и надо обязательно отходить время от времени, видеть картину целиком. Потому что можно так, заинтересовавшись деталью, так в ней начинать прорисовывать. А потом утром проснешься, посмотришь, что же я там такое нарисовал. Поэтому надо видеть картину целиком, как и целый мир тоже. Поэтому мы спим и просыпаемся. Утро вечера мудренее. Чтобы видеть всю картину целиком, чтобы лучше соображать. С больной головой, ногам покоя нет. Давай обедела еще раз. Вот большой самый тюбик, красави. Да, потому что тут много зрения. Так, и сейчас мы будем доводить. Так. Самое интересное, что Хасай сделает из этого завтра. Например, когда вы уже дома будете. Да, потом я ее покажу тебе на этом, на видео. Ты не узнаешь. Это будет просто удивительная картина. Сейчас я показываю просто технологию. Но вы ее отставите до завтра, да? Я ее еще ночью порисую. А, ночью вы еще порисуете. Ночью еще порисую. Да, и здесь уже вместо девушки может оказаться что-то еще. Да. Да, тут может быть много чего. А ничего такое личико Хасай. Ну, так она очень самобытная девушка такая. Очень интересная. И вот ты представляешь, кто-то спросит, а что это в нее за полосы такие? А что это за мазня, да? Да. Не, эмоции какие-то проявляются. Эмоции, конечно. Главное, чтобы душа проявилась. Смотри, какие интересные получаются. А я теперь могу одновременно, как парикмахер, когда посрегает человека. Человек же может расслабиться. И немножечко там парикмахер, если опытный, может в этот момент ему что-то и нарушать. И что-то рассказывать. А потом скажет через несколько движений, ой, как вам хорошо, как вам идиот. А тот же так наслушается всего этого. Смотри, как. Ведь искусство – это такое тонкое дело. Если наука – это есть повторяемость, принцип науки, а искусство – это критерий неповторимости. Да. Из-за этой неповторимости были такие направления в искусстве, типа нестандартные. Там всякую ерунду рисовали. А критерием искусства является все-таки гармония, которая помогает человеку жить. Но когда посмотрят на картину, у меня должно развиваться ощущение. Такое. Уже не девочка, уже женщина. Помогает жить, конечно. Помогает жить. Так. Так. Сейчас мы сделаем. И мы ее вот здесь горы, горы превращаем, превращаем в горы. Горы превращаются, превращаются в горы. И сейчас мы сделаем такое необычное движение, которое сразу раскроет характер этой личности, что это не простая девушка. Она, девушка, в задумчивости. Она какая-то уже уставшая. Хосачевская. Знаешь, ну, потому что она задумывалась, мы ее потом сделаем веселенькой. Чего же она хочет? Она хочет найти себе такого мужчину, который одновременно ее любит, одновременно ее ценит не только как женщину, но и как личность. Как личность, как человека. Одновременно защитник. Одновременно папа их ребенка. Одновременно деньги зарабатывает. Короче говоря, чтобы он одновременно был семь пядей во лбу. И от нее же зависит на самом деле, будет он таким или нет. Потому что каждый мужчина творец. А если женщина, не понимая кое-что, когда он чем-то занят, вдохновлен, ерундой ты занимаешься. Вот у Петрова пять комнат в квартире, а у нас всего две. Вот он мужчина. И она ему все обробит. Да, и он из будущего Пикассо, или там будущего математика, гения, станет каким-то пьяницей. Потому что миром управляют женщины. А мужчины что, думают, что они управляют? Мужчины думают, что они управляют. Мужчины, они творцы. Ну, как говорят великие, и Хаббард, и все другие, и я тоже в их числе. Но находится на попечении у женщины. Женщина же берегения, мать, земля, которая его приземляет, чтобы он не очень высоко, там, или там, под облаками. Ну да, сходи в магазин, вынеси мусор, да? Ну, посмотри, Неличка, как у него характер появился, нет? Конечно, появился. Так. Вот здесь немножко, мне кажется, характера не хватает. Сейчас мы сделаем. Дай, пожалуйста. А ты как, София, думаешь? Ты же разное мнение, какие искусство-тунка есть. У каждого может быть свое мнение. Дело в том, что искусство настолько тонкая вещь, что зависит, как тонкие духи, от того, как ветер подует. А если это будет модно, и все будут говорить, ах, слушай, какой шедевр. Ты посмотри, как это сделано необычно. Как же можно было такими грязными мазками такое передать? Такое передать. И все так смотрят, и тогда постепенно друг другу говорят, это же гениально, это шедевр. И все приходят и смотрят. Это же, знаешь, мода влияет на восприятие. Вот Чумак там вот так ручкой по телевизору делал, и всем говорил, вы будете здоровы. И даже вкус воды менял или крема. На самом деле он не воду менял, а он их восприятие менял. Да, они поэтому это все чувствуют. Мне нравится, что у нее есть какая-то полнота внутри. Есть какая-то полнота. Я теперь меняю ваше восприятие. Да, конечно, я теперь начинаю мне рассказывать, на что обратить ваше внимание, как искусствовод. Посмотрите, она вот на самом деле такая какая-то внутренаполненная. Вот у нее есть какая-то внутри эмоция. София, видишь, нет? И вот теперь зависит от того, какой человек в состоянии смотрит. Ко мне в центр заходили, у меня с одной стороны все почетные грамоты всех силовых министерств и ведомств, а с другой стороны картины. И заходит человек, и для меня искусство – это тест. Заходит человек и говорит, ой, какие картины у тебя. А другая заходит или другая заходит и говорит, а что у него такие глаза злые? А это у него состояние такое, потому что свет в глазах смотрящего. В каком-то состоянии есть очки розовые, есть очки черные. Но мы хотим, чтобы без очков человек смотрел. Мы же с Акинкой книжку тоже пишем. Да. И глава будет там свет. Свет в глазах смотрящего. Да, она же там свою часть делает, как за 14 дней восстановить зрение. А я как помочь восстановить зрение, снимая лишнее напряжение. И я там буду рассказывать, как я в клинике Федорова готовил больных на конвейерную операцию. Я научил его жену Ирэн летать. Да, да, да. А Федору я сказал, Света Слав Николаевич, давайте я вас научу. Он говорит, ты научишь, научишь. Слушай, я сейчас в банк еду, там мне счет заморозили. У него в голове все время было... Ну вот... А пока мою жену научи, да? Она летала, она выходила в состояние саморегуляции, да, прижать, да. Ну смотри, мне нравится. Я вот отвлекся, повернулся, мне нравится. А ты посмотри, как она. Ну вот я, получается, с той точки зрения смотрю, разное вижу. Ну, посмотрите. Ну, она какая-то взрослая стала, Хасай. Ну вот мне так кажется. Может, ты ее помолодишь? Дай мне черную краску еще раз. Она где-то была у тебя черная. Сейчас мы ее... Нет, вот она. А вот она, да, да. Ну вот поэтому я говорил в самом начале, надо их положить так, чтобы не искать, из потока не выскакивать. Мусорный кулечек, чтобы всегда кисточку можно было бы вовремя. Это уже бочее место, это очень важно. А теперь мы посмотрим... И получается, что она смотрит сюда. Да, посмотри, как она. Поэтому здесь, отсюда и она. Да. Теперь посмотрим, что я из них сделаю. Так. Так она сразу изменится. Так. Чуть-чуть печальненькая стала. Вот видишь, одним мазком можно изменить. Еще можно изменить. Вот она меняется. И самое главное, чтобы мы эту динамику показали. Мне сюда нравится, когда хасатик раз по холсту. Ну правильно, вот так и мастеры. Я так рисую. Он у меня спрашивает и тогда. Сын мой. А Лена рисует и не так. Не как я. А педантично. Он четко, тонко прописывает. Но у него тоже такие прекрасные. У него тоже столько же выставок много. Он тоже член Совета художников. Иногда спрашивает у меня. Посмотри, ну как тебе вот здесь вот все нормально. Я говорю, ну может быть вот чуточку вот здесь. Вот где-где. Вот здесь, вот здесь. Я говорю, да-да. Ну совсем чуть-чуть. Так, раз так. Мы ее сейчас модной сделаем. Брукетка? Длину волос сделаете, да? Да, мы сейчас ее вообще сделаем такой красавицей, такой кокетливой. Все можем сделать. Мы же творцы. Мы как угодно можем сделать. Все зависит от нашего настроения. Раньше человек готовил себя к тому, чтобы рисовать. Он молился, он соблюдал диеты. Еще был момент, когда он рисует. У него было то состояние, которое он хочет. Раньше, раньше, до революции еще одно. Фильмов же много об этом. Я люблю бросить немножко туда. А эту сюда. О, как она меняется, да? Вот это вот мне больше всего нравится. Так вот, раз, так по холсту. Да. Потому что не надо бояться. Пробуй ошибки. Это принцип подбора путем перебора. Это ключ. Это ключ. Да. Вот с этой стороны она иначе смотрится. А, видно, да. Да, давайте я тоже попробую с разных сторон зайти, чтобы видно было. Ну, да, у нее разное лицо с разных сторон. Ну, посмотри, откуда, да, посмотри. Эффект 4D или 5D. Что ты говоришь? Ну, посмотри, у нее разное лицо с разных сторон. Ну, конь такой непропорциональный. И еще, скажите, еще, скажите. Это бальсам на душу художника. Я все время написал новеллу. Кто музык для художника? Кем восторгается художник? Или кто восторгается художник? Да, очень интересная философия. Вот ушко. Ну, я делаю. А это у нее модно так. Здесь вот так вот, его волосы, а здесь вот так. Хочешь сказать, что у нее асимметричная стрижка? Покажи, Софейка, покажи. Софейка, посмотри, какая она девочка стала. Посмотри. Вот смотри, как я буду сейчас... Мне вон тот глазик нравится. Левый. Ну, который к вам... Девочка, раньше пацаны смеялись, подкалывали. Вот этот глазик красивый. Девчонок подкалывали в школе, знаешь, как. Девушка, какие у вас красивые глаза, особенно правые. Нет, это хорошая девочка. Это хорошая девочка. Посмотри, у нее какое выражение. Вот отсюда, посмотри, откуда я смотрю. Ну, ты можешь мне опустить, хорошо? Чтоб я ее засняла вот прямо. Вот так вот с этой стороны. Вот так. С гор мы, с гор мы начали... Я там написал, что Кавказ надо беречь, потому что это такое прямо вечный огонь. Какие бы проблемы там не возникали, войны или что, он все время возрождается, как жизнь. Надо беречь Кавказ. Посмотри, какая она становится прекрасная. Я сейчас вам наговорю, и вы это увидите. Нет, она на самом деле интересная. Она не простая девочка. Она интересная. Да, уже совершенно другое лицо, чем которое было в начале. Чем горы в начале были. Ну, в ней эти горы лежат. Горы в ней лежат. В ней лежат горы, в ней лежит эта атмосфера. Я помню Пикассо. Мне это как раз Тамара Зиновьева присылала видео, как он рисует. Пикассо рисовал сначала то, 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 потом это сделал, потом вот так сделал, и все получилось по-другому. Но все, что до этого он рисовал, все туда вошло. Там внутренний мир, конечно. Там и горы, там и все, там и ваши взгляды, и моя любовь к вам, и к ней, и вообще ваше такое отношение, интересы к этому. И у нашего зрителя, наверное. Конечно, все, что я рассказывал, не так надо рисовать. А вам надо рисовать, как вы рисуете. Вот это самое главное. Но главное, чтобы вы использовали этот ключ, воскрепощались, и когда вы делаете какое-то дело, делайте с любовью. Потому что все хорошо, что сделано с любовью. И делайте до тех пор, пока душа там не появится. Правильно я говорю? Да, правильно. А в этом и будет наша следующая книга. Следующая книга, да, о страхах свободы. Все, друзья, Нилечка, теперь ты будешь дома рисовать свободно. Да, да. Как творец. До встречи, друзья.